В эфире новости на телеканале СКАД. В студии Надежда Трубачева. Здравствуйте. В регионе появится фонд защиты правдольщиков и его учредитель правительства Самарской области. Организация будет оказывать помощь в финансировании и достройке домов. Полномочия учредителя организации будет исполнять областной Минстрой. Отметим, что для завершения строительства проблемных долевок фонд сможет приобретать недострои, заключать договоры купли-продажи квартир, а также участвовать в финансировании. В Самаре прошло расширенное заседание Оргкомитета Победы, посвященное подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад памяти, который пройдет 7 ноября в областной столице, даст старт всем мероприятиям, посвященным юбилейной дате. Предстоит проделать большую работу по сохранению и ремонту мемориальных комплексов и воинских захоронений. В последние месяцы собиралась информация со всех районов региона, где нужно привести в порядок эти объекты. На работы выделено около 60 миллионов рублей. Отмечу, сейчас в регионе проживают более 24 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. Это инвалиды войны, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы погибших. Ключевая задача, которая продолжит решаться в рамках подготовки к юбилею Победы, оказание всемирной поддержки ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим приравненным к ветеранам Великой Отечественной категории граждан. Также стоит отметить, что в Самарской области, помимо общероссийских, установлены дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов. В их числе компенсация 50% стоимости услуг ЖКХ, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, организация долговременного ухода и многое другое. В Самарской области выявляют 16 тысяч случаев онкологии ежегодно. Смертность от рака в регионе в среднем почти 204 случая на 100 тысяч населения. В регистре регионального онкологического диспансера числятся более 94 тысяч больных. В этом году в Самарской области планируется расширить на четверть перечень применяемых препаратов и используемых схем лечения онкобольных, а также увеличить число молекулярно-генетических исследований. Уже сегодня уровень развития онкологической службы таков, что у жителей региона нет необходимости выезжать за его пределы для получения помощи по этому направлению. Все есть в Самарском регионе. Потоп с потолка с пятого по первый этаж. Жильцам дома номер 21 по улице Вольской наблюдать такое не впервые. Они привыкли к этому зимой и весной, когда идет таяние снега и квартиры заливают. Но сейчас сухая погода и это все неожиданно. Об очередной коммунальной беде из жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Первыми в доме 21 по улице Вольской забили тревогу жильцы этой квартиры на пятом этаже. С потолка пошла вода. Вчера в два часа дня мне позвонила жена, сказала, что у нас тут с потолка сечет очень сильный поток воды. То есть потолок провис, люстра упала от тяжести воды. И все по стенам. Затопило даже соседи, там вплоть до третьего этажа прыглось. Я так понимаю, вы недавно ремонт сделали, да? Ну да, ремонт сделали. И теперь вот все на смарку. Обои все отклеились. То есть, ну, единственное, еще потолок спас. То есть, потолок как-то содержал процентов 50 воды, может. То есть, тут ведрами просто выливали. А как вот сейчас в квартире? Вот сырость есть или что? Сырость, да, конечно, сыростью пахнет. То есть, полы там все внизу, все сыры. То есть, ну, что могли вытереть. Тут придется полы вскрывать. Ну, а, наверное, и потолок придется вскрывать, потому что там плесень может образоваться. Да, конечно, потолок вскрывать, обои менять. Ольга Ласкина уже опытный в коммунальных делах человек. Таковы уж особенности проживания в их доме. То течет, то протекает. Быстро сообразила, где нужно перекрыть кран, чтобы остановить потоп. Виновника тоже быстро вычислили. Был слесарь Ромы из нашей управляющей компании ЖКС. Ну, я сразу сообразила, что он открыл заполнять систему отопления водой, ничего не проверил, и все залило, потому что это уже не первый раз. Потом прибежал Рома, но он был в таком состоянии сильного опьянения, что он даже не мог кран найти, который закрыть, который я уже закрыла. Из управляющей компании к нам никто не приехал, аварийка к нам не приехала. Мы все делали своими силами. Я еще позвонила куратору нашего дома, который в ЖКС нашем. Она также была на собрании. Я ей сказала, что у нас произошло. Ну, она как сказала, позвоню, придут сейчас к вам, но идут до сегодня. Обычно коммунальщики не устраняют проблему с протечками. Но чтобы самим ее создавать, такое бывает нечасто. Хотя жильцы в этом доме уже привыкли к своеобразному поведению представителей управляющей компании. К примеру, в этой квартире черная плесень поселилась после весенних протечек во время таяния снега. С тех пор ни кровлю не починили, ни ущерб не возместили, рассказывает Галина Казанкова. Ну, вообще мы судились. Суд мы выиграли. Нам обещали сделать кровлю, крыши. А крыша как была, вот лето уже кончается, опять начинается осень. Сейчас опять все потечет, и опять у нас вот такая вот конесель начнется. Как вот так жить? Как можно так дышать? У нас ребенок. Вот как ребенку дышать вот такими вот грибками. Как болеть не будет. Что нам делать? Ремонт мы сделать тоже не можем. Жить как в сарае только остается. Квитанции регулярно плачут? Обязательно. Вот все квитанции у меня оплачены. Подобные отношения управляющих компаний к бедам жильцов в Самаре, к сожалению, не редкость. Коммунальщиков не пугают и не подвигают конструктивным действиям ни госжилинспекция, ни прокуратура и даже суд. Зато они очень тщательно и с упорством, достойным лучшего применения, борются с должниками. Попробуй не заплати, сразу примут меры. А вот обратного механизма, чтобы эффективно воздействовать на управляющую компанию, такого нет, к сожалению. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ В Самарской области на трассе произошла массовая авария. Отечественные легковушки столкнулись лоб в лоб. Все случилось на дороге Самар-Ульяновск. Водитель на гранте ехал со стороны поселка Кендяково в направлении Ульяновска. На перекрестке неравнозначных дорог он решил повернуть налево, не уступив при этом колене. От лобового удара она отлетела в Валдай. В результате аварии пострадала 59-летняя пассажирская Калина. Она находилась на переднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу с тяжелыми травмами, ушибом грудной клетки и переломом шестого ребра слева. Журналисты СТВ спустились в подземелье, туда, где 110 лет назад началась история с Самарской канализацией. Она отметит юбилей в октябре. Каково состояние первых еще дореволюционных коллекторов, чему стоит поучиться у предков и чего ни в коем случае нельзя делать, пользуясь канализацией, расскажет наш корреспондент Максим Остриков. На съемках нам приходилось примерять разное снаряжение, каски и бронежилеты, но вот такое в первый раз. Именно в такой защитной одежде необходимо спускаться в канализацию. Каска, специальный защитный одноразовый костюм, перчатки и обязательно бахилы, потому что в канализации может быть всякое. Естественно, перед этим инструктаж по технике безопасности и необходимые меры предосторожности. Метан смертельно опасен. Мы с вами сейчас видели, да, камеры вентилируются, стоят газоанализаторы, идет система видеонаблюдения, которая контролирует всю ситуацию. Мы особо хотели отметить и для диггеров, и для других граждан, что это все-таки городская система канализации. И возможны и выбросы газа. Все-таки стоки прежде всего образуют и метан, и сероводород. И здесь в том числе и промышленная канализация. Нас нужно об этом помнить. И в добрый путь. К запахам канализации нашей съемочной группе не привыкать после многочисленных поездок на коммунальной аварии в Куйбшевский район. Там такая атмосфера вполне нормальная для местных жителей. Стоит отметить, что Самара в начале 20 века вошла в число первых десяти городов Российской империи, где появилась централизованная система канализации. И построена она была на средства Альфреда фон Вакана. До этого в нашем городе пахла вовсе не розами. Этот проект был высоко оценен не только жителями, но и инженерным сообществом Европы. Именно после строительства системы канализации в Самаре стали сажать цветы, в особенности розы. И атмосфера в городе стала гораздо чище. Вот отсюда есть пошла самарская канализация 110 лет назад. По принципу строительства канализации 1909 года до сих пор развивается наша канализация. Понятно, что это современное оборудование, другие методы, материалы. Но тем не менее принцип коллектор Волжского склона, коллектор Самарского склона. Самотечная канализация по рельефу местности стекает и канализационными насосными станциями подхватывается и перекачивается на городские очистные сооружения. Да, материалы сейчас современные, техника ушла далеко вперед. Однако у предков есть чему поучиться. Обратите внимание на состояние кирпича и раствора, цемента. Ему 110 лет, практически даже больше, а он все вот в таком состоянии. Сегодняшним производительным стройматериалам и строителям, по-моему, такого уже не добиться. Сейчас система водоотведения в Самаре – это 1260 километров труб и более 40 тысяч канализационных колодцев. Все-таки город-миллионник. Коммунальщики, пользуясь случаем, обращают внимание жителей. Не бросайте в канализацию то, что не надо. Средства контрацепции и гигиены, тряпки и, внимание, гранулы от кошачьих туалетов. Это снизит число засоров. Что лучше для самих самарцев? Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. И о спорте. Определилась дата и время матчей 1-16 финала Кубка России. Все матчи этой стадии назначены на 25 сентября. Игра торпеда «Крылья Советов» начнется в 20.30. Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре. Балтика – Калининград, локомотив – Москва. Стоит отметить, что подопечные Меодрага Божевича в этом противостоянии рассчитывают исключительно на победу и планируют пробиться в следующий этап престижного турнира. Какой себя видит современная женщина? Как совершенствуется представительница прекрасной половины человечества в наше время? И как выглядеть молодой и привлекательной каждый день? Об этом говорили на круглом столе в Самаре. Все чаще женщины посещают спортзал, следят за своей фигурой, стараются с помощью оригинальных причесок и одежды подчеркнуть свою индивидуальность. Также уделяют особое внимание правильному питанию, режиму дня и сна. И тогда привлекательность и молодость сохраняются на долгие годы. Все больше в тренд входит естественная натуральная женская красота. Я думаю, что сейчас одна из самых важных тенденций – это естественность. То есть в тот момент, когда мы не рисуем утром синие смоки, или не рисуем все малиновые губы поголовные, сейчас каждый находит свой, допустим, любимый макияж. И, в принципе, мне кажется, чуть-чуть его видоизменяя и носит каждый день. Для меня ежедневный макияж занимает 15 минут. Я считаю, что больше он не должен занимать ни у кого, потому что ни у кого утром нет времени на то, чтобы наводить какой-то нереальный марафет. Красочное шоу с уникальной программой, которую не видели еще в областной столице. К нам в город приехали русалки, наяды и редкие морские животные. Самарский цирк приготовил сюрприз для всех горожан. Водная феерия, русалки и наяды – все это посреди чудесного острова, который появляется на арене Самарского цирка. Красочная постановка переносит героиню, девочку-подростка, а вместе с ней и зрителей в чудесную страну, где на воде то распускаются цветы лотоса, то танцуют медузы. Мы открываем этот сезон программой «Цирк на воде». Самарцы знают, что цирк на воде – это всегда событие для цирковой жизни, великолепные 15-метровые фонтаны, каскады водопадов и неповторимая игра света. Все это создает чудесную атмосферу незабываемого праздника для взрослых и детей. Артисты не раскрывают всех тайн, что ждет зрителя на арене, но уверяют, что зрелище не оставит равнодушным никого. Всегда цирк удивлял и будет удивлять именно такими масштабными проектами, именно такими масштабными манежами. Тем более «Цирк на воде» – это, я считаю, уникальная вещь, которую надо по большому счету увидеть, посмотреть, ну и, соответственно, уйти с хорошим впечатлением. А я вам это гарантирую. А на этом все. Далее прогноз погоды. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. А мы с вами прощаемся и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok